ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Киа объявила в России крупную отзывную компанию. Специалистам гилерских центров предстоит осмотреть более 105 тысяч моделей Рио, выпущенных с 2013 года по 2018. Вин-коды опубликованы на сайте Росстандарта. В сообщении ведомств говорится, что у автомобилей может быть неисправен модуль управления подушками безопасности. Проблема решается обновлением программного обеспечения, либо заменой модуля. Все работы должны осуществляться на безвозмездной основе. ТРАССА 101 В Госдуме предложили ужесточить ответственность для родителей, которые позволяют своим несовершеннолетним детям управлять автомобилем и другими транспортными средствами. По мнению одного из парламентариев, в этом случае к штрафу в 30 тысяч рублей можно было бы добавить обязательные работы. Именно так депутаты отреагировали на данные статистики, которые говорят о том, что в России в первой половине 2022 года аварий с участием несовершеннолетних водителей стало больше почти на треть. Настолько же выросло число пострадавших. ТРАССА 101 По данным Национального автомобильного союза, в нашей стране стали чаще обворовывать машины. Наибольшей популярностью у злоумышленников пользуются внешние элементы, на снятие которых не уходит много времени. Зеркала, брызговики, дворники, пластиковые изделия. Участились случаи кражи катализаторов. Для этого преступники, как правило, поднимают авто на домкратах, а затем вырезают часть выхлопной системы. Во избежание подобных происшествий эксперты советуют водителям оставлять автомобили на хорошо освещенных стоянках, оборудованных системой видеонаблюдения. ТРАССА 101 В России собираются создать онлайн-реестр автомобилей «Такси». Проект разрабатывается в том числе Министерством транспорта. В базу попадут сведения обо всех лицензированных перевозчиках, а также о машинах, на которых они передвигаются. Ресурс, говорят авторы инициативы, будет полезен и тем, кто собирается приобрести поддержанный автомобиль без истории его использования в качестве такси. Не исключено, что в ближайшее время будут реализованы и другие новшества в плане повышения качества услуг такси. Например, в приложениях по заказу может появиться кнопка вызова экстренных служб. ТРАССА 101 А в мобильном приложении Госуслуги Авто появилась еще одна функция – оформление ДТП по Европротоколу. Чтобы ей воспользоваться, водители должны иметь подтвержденные учетные записи. Остальные требования традиционные. Число пострадавших машин не более двух, разногласий между участниками нет, имущество третьих лиц и дорожная инфраструктура не повреждены, а люди не пострадали. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА 101». До свидания. ТРАССА 101